От тебя требуется небольшое усилие по поддержанию равновесия в мире, как сказал Макс Фрай. Давайте возьмем за основу мысль моего любимого писателя и сыграем с восприятием в такую игру, которая научит нас удерживать это самое равновесие. Ну, как в анекдоте. Стоит такой заяц на пенечке, говорит «Я сильный! Я сильный! Я сильный!» Мимо идет медведь. И как даст ему лапы, заяц летит и приговорит «О, зато я легкий! Зато я легкий! Зато я легкий!» Чтобы возвращать восприятие в позитивное русло, независимо от того, что происходит вокруг, давайте отыщем такое «зато», с точки зрения которого все даже очень хорошо. Всегда можно найти обратную сторону медали. Ну, при желании, конечно. Одно и то же событие с разных ракурсов получит совершенно разные трактовки. Зато это механизм, который помогает посмотреть на ситуацию с обратной стороны, с которой все в порядке, несмотря ни на что. Ну, как в анекдоте. Когда Чукча прочитал все анекдоты про Чукчу, он вздохнул и сказал «Ну, зато у нас песни красивые». Обязательно, обязательно, конечно же, найдутся желающие, там, сочувствующие, заботливые внутренние и внешние критики, которые станут вас убеждать в том, что вы ошибаетесь. Однако, если в совершенстве освоить навык, который называется «зато», можно кардинально изменить свою жизнь. Когда мне было 19 лет, я работала в службе «Телефон доверия». Однажды до меня дозвонилась женщина, находящаяся на грани отчаяния. Моя дочь заперлась в комнате, не выходит из нее уже вторые сутки, требует, чтобы мы ей разрешили сделать пластическую операцию, потому что у нее мерзкая родинка над губой. Ей всего 14, какие операции? Всю жизнь она жила, и ничего ей не мешало. И вдруг вот на тебе. В школе у них, понимаете ли, фотосессия. Она посмотрела на себя в зеркало и понеслось. Дверь мы боимся вскрыть, потому что она угрожает, что выйдет из окна. У нас 10 этаж. Я вообще не понимаю, что делать. Ну, мне тоже, честно говоря, было страшно. Я же все-таки не МЧС, а просто волонтер «Телефон доверия». Но уже тогда нам преподавали НУПИ. Я сделала глубокий вдох и уточнила. А что она говорит? Она говорит, что она некрасивая и что она уродливая. Это были 90-е. Гламурных журналов выходило еще совсем немного, но они были очень известны. Поэтому «Космополитен» и «Волк» были самые популярные. Я скажу, что вам надо делать, сообразила я. Только, пожалуйста, выслушайте меня до конца. Вам нужно пойти в киоск «Союз печать», купить последний выпуск «Космо» и подсунуть ей под дверь. После чего вы скажете «Да, у тебя страшная черная родинка». Ни в коем случае нельзя спорить и отрицать. Зато она такая же, как у Синди Кроуфорд, которая на обложке «Космо». И мы не хотим лишать тебя сходства с ней. Через некоторое время женщина мне перезвонила и сказала, «Вы знаете, это сработало, она вышла. Правда, мы теперь не знаем, как себя с ней вести». Да как-то ни в чем не бывало, будто этого инцидента и не было. Когда-нибудь потом вернетесь к разговору, но точно не сейчас и не сегодня. В тот день я пришла домой и обнаружила, что наш загородный дом, где мы жили, обокрали. Зато в этот же день мы завели собаку. Таких историй можно насобирать очень много. Если человек хочет видеть хорошее, его трудно сбить с выбранного им пути. Потому что есть маленький такой инструмент, это крючочек за то, который будет помогать нам разворачивать себя к позитиву. Новый 2021 год я встречала в Красной Поляне. Заехала в гости к даунему другу, Роману Доронину. У него дома живет восхитительная бабочка по имени Руна. Лазурная красотка породы Морфа. Едва вылупившись, дурчик сломала крылышко. Оно срослось, но несимметрично, из-за чего Руна не могла летать. Вот вы знаете, какое шикарное решение нашло это маленькое безмозглое существо? Оно умудрилось обломать себе второе крыло. Да так, что стало симметричное. И летает радостная по дому, вообще не парится над собственными ошибками или какой-то некрасивостью. Она просто летает. Я смотрела на нее, вообще рот открыв в полном восхищении. Это событие буквально гимн жизни, ее мудрости. Если даже бабочка смогла, то я-то тоже смогу. Ну правда, и вы сможете. Иногда быть безмозглым существом гораздо проще. Ты не думаешь на сто ходов вперед. В условиях неопределенности это вообще бессмысленно делать. А уж в личных отношениях вообще даже опасно. Начнешь подгонять любимого под шаблон и обижаться, что он, сука, в него не вписывается. Не-не-не. Можно как бабочка просто стремиться к полету и все. Не закрываться от потока любви. Любовь дорогу себе пробьет. Даже через асфальт. Да, будут течь слезы. Ум будет метаться в клетке страхов и сомнений, и собственной бесполезности. Дай бог с ним. В этот самый момент у счастья есть шанс случиться здесь. Сейчас я выбираю полет. Да, я некрасивая, зато я летаю. Субтитры создавал DimaTorzok